А что все хотят знаменитыми? Я не знал, что все хотят. Не, ну, конечно, хотят. Много людей, кто бы хотел быть известным, популярным, знаменитым на всю страну, может быть, и во весь мир, как я. Меня в моей профессии знает весь мир. И, конечно, это, скорее всего, большой труд. Ну а как ведь хотят стать знаменитыми? Ничего не сделать и быть крутым. Ну как? Не бывает. Хотя бывает, у кого-то проходит. Вроде не поет, не танцует. Вроде ничего не происходит, а так все знают. Как-то умеют. Это сложно, наверное, но такие варианты тоже бывают. Вопрос, почему? Скорее всего, потому что они думают, что это так легко. И вот как только ты знаменитый, так у тебя все сразу на ладони. И тебе все на блюдечке, все тебе принесут. И тебе так будет и легко, и хорошо, и такая жизнь красивая. Ничего, что надо работать. Ничего, что надо включать мозг. Ничего, что надо пораньше встать, позже лечь. А может и без выходных, а может и без отпуска. Один, два, три, то есть десять лет. Ну, простые люди, например, они не понимают, как это без отпуска. Им положено. Все. Вы не выложи. А вот мне, например, не факт, что светит отпуск. Потому что я знаю, что мне надо в этот период очень много подтянуть какие-то дела там, например. Я думаю так, мечтаю, что я отдохну во время концерта там в какой-нибудь жаркой стране, но тоже не факт. Придется работать. А с кем из знаменитостей, мировых знаменитостей, настоящего и прошлого, ну, гипотетически, если была такая возможность прошлого, вы бы хотели увидеться, лично поговорить с кем? Мне кажется, если бы у меня была возможность поговорить лично с Мэрилин, то, если бы была такая возможность, я думаю, что она какие-то ошибки бы не допускала. Ей бы было полегче жить, попроще, может быть, где-то она бы и побольше пожила. Рядом не оказалось друга, который просто бы элементарно направил, подсказал, просто никого не оказалось. А поскольку мы идем сами, перед нами нет человека, на которого ты посмотрел и такие ошибки не допускал. Нет, идем сами, поэтому делаем, допускаем ошибки, поэтому на ошибках своих учимся. может быть, познакомился бы и пообщался бы с той же Дитрих, была очень мудрая женщина, которая как раз меня бы научила чему-то, она была роскошная, все видела. В ней столько составляющих, она же и сновидящая, она же Соня Ручка, она же артистка, актриса, певица, если можно так сказать. Представьте себе концерт два часа. Что там за хиты были? Там такие вялотекущие, в одной тональности, спокойные хиты. Песни похожи друг на друга. Вы знаете, я такой концерт видел, не оторвать глаз. Просто не оторвать глаз. Как это круто! Как это невероятно круто! Свет никакой, просто лобовой. Шуба на ней, чуть-чуть на плече, чуть-чуть скинула и вообще нет ее. Все, не оторвать глаз. Тысячу раз могу смотреть концерт, это просто невероятно. Ну, если была бы возможность, больше бы с Марковной общался бы, вот как-то все времени не было, все не до этого, все бегом-бегом. Я бы сейчас прюнул бы, забил бы и больше с ней общался бы. Замечательная женщина, настоящий друг. Ну, кто из таких еще, с кем бы я хотел, например, кого сейчас нет? Наверное, Никулин. Вот я бы с ним пообщался бы. О, какую он тяжелую жизнь прожил. Какую тяжелую жизнь. И при этом, такое чувство юмора. Любовь Орлова. Настолько интересный человек, настолько амбициозный человек, настолько решительная, напролом, трудолюбивая, и в то же время равнимая, ведомая, боялась всего, как сочеталось столько всего в ней. Яркая, роскошная, и в то же время столько комплексов. Это все в одном человеке. Мне вот интересно было бы с ней побольше пообщаться. Какая сила воли. Не показаться никому без майкапа, без прически. Это как вообще? Какая-то жизнь нечеловеческая, можно сказать. Ни разу не показаться, чтобы там не в форме. Тут сидишь, кондишен работает. Спать хочу, есть хочу, одновременно все хочу. Так это по мне сразу видно. А вот она в кадре. Ничего не видно. Просто звезда. Устала, не устала она. Просто звезда. Ну давайте подытожим ответ на этот вопрос. В социальную мы опять уходим немножечко, обращаемся к людям. А вот на кого люди, учитывая вышесказанное и учитывая вышеперечисленных людей, на кого людям стоит равняться, на каких людей? То есть не пофамильно уже, пофамильно назвали, а на каких качественно, то есть на какие качества вот этих известных людей, обычным людям стоит равняться, чтобы в своей жизни достичь чего-то большего. Ну вот вы перечислили людей, и у них у всех есть, наверное, определенные общие качества. Вот вы можете сказать, что у всех этих людей, которых я перечислил, есть. Ну я, во-первых, не всех людей перечислил. Там ряд людей перечислил, но у всех у них есть какое-то качество, которое бы, наверное, помогло бы людям в трудные минуты, или просто в жизни помогло бы, как когда-то и мне, например. Это как-то не останавливаться на достигнутом, не успокаиваться. Ну вот есть в холодильнике там что-то, ну ладно. Как-то переживем. Ну вот есть своя картошка там в погребе, ну там капусту заквасили, ну там вот чуть-чуть вот там какие-то запасы. «Ну ладно, ну что, вот не останавливаться, ну ни в коем случае». Расти, идти вперед, совершенствоваться, ориентироваться, не успокаиваться. Вот есть такие... Что-то сделали немножко, да? Один шаг вперед и 25 шагов назад. Зачем? 25 шагов назад, чтобы сделать один шаг вперед. Да, один шаг вперед сделали, а потом месяц отмечали. И за это время сто шагов назад ушло. Ну вот это вот, конечно, жесть. Я сам из такой семьи, сам родился и воспитывался в такой глуши. У нас в деревне был маленький телевизор и маленькое радио. Днем телевизор не работал, он работал вечером. Вечером либо футбол, либо балет на выбор. Две программы. Одна программа хрипела сильно, но было лучше видно. А вторая программа, видно, было плохо, но лучше было слышно. Ну и радио там. Шульженко, Бернес, кто-то там еще. И так всегда было интересно, а как люди одеваются смотреть на экране. А что они говорят? А какие новости? Вот чем больше мы были закрыты, тем больше интересовались. Я всегда думал, что я вырасту. И я буду так работать, буду стараться, но я буду жить. Ну, круто. Я всегда думал, что они бухают, поэтому плохо выглядят. А я не буду бухать, думал я. Я буду всегда хорошо выглядеть. Вот я поэтому не пью. Мне невкусно. Не курю, потому что пахнет отвратительно. А не пью, потому что отвратительно, что это так невкусно. Ужасно. Прям невкусно. Поэтому я не пью. Ну и, конечно, могу там кагор. Знаете, есть такое вино. В храме его дают. Я могу его выпить немного. Если я там сильно устал, надо работать. Например, какое-нибудь там выступление. Ну, по зарезу надо круто выступить. Да, сил нет. Я немножко прямо вот так вот выпью. Чай с лимоном кагор. И с меня тоже можно взять пример. Ну, в основном, конечно, люди, которые что-то добились, это очень трудолюбивые люди. Это амбициозные люди. Это решительные, самоотверженные. У них всегда была какая-то идея. Быть лучше, быть совершенней. Не уступать. Надо вот такими быть.